Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня 19 апреля, пятница. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по основным торговым инструментам. Итак, вчера у нас отгремели новости и они были не корреляционные, то есть пару новостей вышли сильные по баксу, это очень хорошо, но в 17.00 вышли слабенькие новости по продажам на вторичном рынке жилья, но все-таки перекос на укрепление американского доллара вчера произошел. И в связи с этим есть пара торговых идей, которые мы с вами обсудим на графиках. Поехали. Но перед тем, как мы начнем, я напоминаю, что на этой неделе я записал 97 мастер-класс «Как разогнать депозит в 15 раз» с помощью торговой, сеточной торговой системы «Цирюльник», которую мы, собственно, расписали с Романом, управляющим уже, управляющим Инстафорекс. Вот, я думаю, мы с ним еще запишем обзоры уже на реальных счетах. В рамках этого торгового метода очень интересные сетки со стопами, я думаю, что за этим будущее. Ну, а мы приступим к обзору. Поехали. Так, начнем мы с котировочек золота, которые сегодня бахнули, бахнули на азиатской сессии наверх и опять сдулись. Это очень хорошая новость для тех, кто пытается продавать, либо продается с топом за 12 апреля. То есть, вот эта большая трехволновая структура, она до сих пор еще, друзья мои, жива. Да, побрели площадку, да, здесь была вчера возможность продать, вот, но те, кто здесь продавал, выбило их. Вот те, кто работал с большим стопом еще в рынке и сейчас еще не поздно продавать со стопом за вчерашний день, за сегодняшний день. Ну, даже от текущих цен у нас 370 на 600, ну, примерно 2 к 1 здесь можно выкрыжить, да. Здесь у нас площадочка интересная, я думаю, она будет пробитая. Это прям такие, паттерн называется шок шортистов, когда набрали шортистов, кинули их от стопы. Кстати, здесь был небольшой слом, вот здесь вот, и у кого стояли лимитнички, те очень здорово здесь подлохматились. Собственно, вот это движение я ожидаю вниз, ну, сегодня-завтра, не могу сказать, но в любом случае и, собственно, снижение обострения иранско-израильского конфликта, я думаю, здесь будет вполне в кассу. Пара евро-доллар, меня сейчас интересует тоже вниз, тоже вниз, либо от текущих, от слома, который был на американской сессии, либо от слома, который находится чуть выше. В любом случае, вот эта трехволновая структура должна, на мой сугубо некомпетентный взгляд, естественно, закрыться на вот площадке, которая у нас образовалась между вчерашним, позавчерашним и сегодняшним днем. Вполне себе неплохая идея, но если дадут хорошие прям ценнички, то 240 на 700, ну, как бы 4 к 1 здесь можно срезать. По фунту тоже нисходящая тенденция у нас в силе, тоже дошли до шортовых сломов, но этот парень не такой, не такой техничный и уже переписал все экстремы по лоям, которые у него у нас есть, ничего здесь пока нового я не сигналю. Австралиец дал еще один импульс вниз, это хорошо для тех, кто хочет его купить, вы скажете, какой купить Андрей, да, ну вот, но те, кто работает по сломам, они просто-напросто, они отмечают сломы. И для тех, кто хочет купить, ближайший слом находится здесь, и если лонговая инициатива пройдет когда-нибудь, да, через 10 лет, и пройдет откат на этот уровень, то здесь будет хорошая точка для покупок. Вы просто чертите вот такую карту сломов и ждете, когда она отработается. Вполне себе может получиться, но пока это к сраму не пробит, никаких покупок нет. Доллар-канадец тоже стоит на исторических хаях, ничего здесь пока любопытного для нас не происходит, я пока здесь ничего не вижу интересного. Иена, иену пытались сегодня обрушать на, ну, доллар, то есть доллар-иену обрушать, а фьючерс-иены получается укреплять, да, то есть сегодня такое ощущение, что прям банк Японии проснулся и на целую соточку кинул. И уже к европейско-американской сессии уже почти все выкупили, это говорит о том, что удар по хаям еще будет, но вот эти вот закидоны вниз, я думаю, что это, это что-то неспроста здесь происходит. Кто-то пытается сдерживать иену, невозможно где-то выше произойдут какие-то более серьезные импульсы. Нефтяночка, обратите внимание, какую шикарную трешку рисует нефть, то есть был уровень, мы пробили, откатили и падаем дальше. Очень любопытно, напоминаю, что старая древняя площадка в районе 80 долларов за баррель американской нефти осталась здесь. Напоминаю, что войны, войны Ближневосточной новой пока удалось избежать, вполне нефтяные котировки могут сдуться не только на этот уровень, но и на вот этот тоже сюда под 75, будьте внимательны. Биткоин, биткоин настучал площадку, не хочет, не хочет ее пробивать, но это значит, что у вас есть хороший повод поискать продажи именно в эту зону, которая называется 59-155. Хорошее место, присмотритесь. Так, что касается индексов, S&P, NASDAQ, все валит, все валит. Напоминаю, что неделя, третья неделя подряд закрывается швартовым импульсами и это в кассу для тех, кто поставил деньги на то, что фонда обрушится. Возможно, это как раз начало этого падения, DAX, STOX и все внизу. Газик, газик пока стоит дорого, вот, буду ждать начало месяца, если будет ниже полторашечки, буду набирать сетку. Так, доллар-франк откупают, вот, и через, напоминаю, с доллар-франка, дальше меня интересуют сеточные методы торговли, через 2000 пунктов можно набирать этот инструмент в шарты в рамках сеточного метода торговли на пробое октябрьского важного экстремума. Канадец Франк тоже, тоже откупался, напоминаю, что вот эта площадка есть и вполне этот инструмент может доползти сюда и либо вы работаете на повышение, либо вы в этой зоне набираете сетку лимитных продаж, когда инструмент здесь пропишется. Канадец Йена при пробое вершины текущего месяца, можно продолжать набирать его шагом не менее 1000 пунктов, инструмент залетный, профит гигантский, будет на уровне 104, надеюсь, Банк Японии не подведет, у Франк Йена та же самая история. Ауди Кат подваливает, будем подбирать его внизу, шаг не менее 1000 пунктов, новозеландец Франк тоже подваливает, напоминаю, оставил площадку и как бы это не был тест этого слома, но в любом случае мне интересуют только ланги ниже лау текущего года. А в столице Новозеландец жду повыше, будем набирать сетку лимитных продаж через 2000 пунктов, Еврокат начинает съеживаться, обратите внимание, он прям заходит как пружины в треугольник, я очень надеюсь, что эта пружина выстрелит через верх. Еврофранк сегодня такой пин-бар по тренду будет, я так понимаю, но набирать нам шорты будем гораздо выше, надо немного потерпеть. Ну и Евро Ауди будем набирать выше 23 года, шаг не менее 1000, осталось не так уж и много. Ну и на закусочку наш любимый Сильверок пока тупит, но под 29-130 давал, даже 200, я думаю, что после какой-нибудь небольшой коррекции 30-ку мы увидим. Давайте посмотрим ответы на вопросы на ютуб канале по вчерашнему видео, поехали. Пять комментариев, благодарю, с методом Романа знаком, золото по нему идет, если, кстати, скутер XFOMS, напишите у нас в телеграм-чате ваши мнения на этот счет, какие настройки по золоту и так далее, в нашем телеграм-чате мы обсуждаем настройки, в том числе и этой торговой стратегии. На этом на сегодня у меня все, понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарий и до встречи в понедельник утром на очередном обзоре рынка Форекс, всем пока.